Всем привет! Я Анна Константинова. Я вам хочу показать открытки, которые я сделала к 8 марта. Для таких открыток конвертов нам понадобится фетр, клей, ножницы, украшения и немного вашей фантазии. Я эти открытки сделала из фетра. Их также можно сделать из цветной бумаги или картона. Для украшения я буду использовать вот такие цветочки. Их также можно заменить на пайетки, полубусинки, пуговицы и так далее. Эти конверты я сделала небольшими. Если вы планируете сюда класть денежные купюры, то лучше сделать их под размер купюр. Обязательно напишите в комментариях, какая из открыток вам больше всего понравилась. Сворачиваю прямоугольник вдоль и подрезаю уголки. Сворачиваю фетр таким образом, чтобы у меня получился конверт. Вверху тоже заворачиваю. Теперь на вот этом уровне мне нужно сделать надрез, чтобы я потом смогла закрыть свой конверт. Склеиваю конверт горячим клеем. Теперь на лицевую часть я вырезаю вот такой уголок из красного фетра. Прикладываю и лишний кончик подрезаю. Вот что у меня получается. Теперь давайте приклеим это на горячий клей. Клеим таким образом, чтобы у нас был такой кармашек. Вырезала цифру 8, но так, чтобы она была чуть-чуть меньшего размера, чем мой конверт. Мне как раз с Алиэкспресс пришли вот такие пуговицы. И я хочу украсить цифру 8 вот этими цветочками красного цвета. Я их приклею на клей-пистолет. Вырезала еще такую полоску из фетра зеленого цвета и приклею ее вот сюда. На эту восьмерку можно также приклеить магнитную ленту с обратной стороны и использовать ее как магнит. И кладем ее в этот кармашек. А на эту полоску можно распечатать надпись Марта и приклеить вот сюда. Отрезаю полоску из фетра или кусочек ленты и делаю красивый бантик. Клеим бантик на уголок. И к бантику вот такой цветочек. Я хочу еще дописать вот здесь контуром по ткани слово Марта. Я хочу доклеить еще один цветочек вот сюда зеленый. Внутрь конверта я буду класть вот такие пожелания, которые я написала от руки. Этот конверт я буду складывать немножко по-другому. Сворачиваю прямоугольник в три раза. И здесь один уголок я заворачиваю наверх, а второй вниз. Теперь на этом уровне прорезаю отверстие, чтобы конверт закрывался. Склеиваем конверт. Этот кончик я пока клеить не буду. Заворачиваю листочки в трубочку и склеиваю горячим клеем. Сначала я приклею тюльпаны. Все-таки три листочка будут смотреться получше. Я доделала еще один листик. И начинаю их клеить. Теперь доклеиваю этот кончик по краю, чтобы у букета был объем. Отрезаю две полоски из фетра или беру ленты. Формирую вот такой бантик. И клею его сюда. Клею цветочек сюда. И вторую полоску я приклею вот сюда. Вот такой букет получается. Можно также сюда красные тюльпаны или любые другие сделать. Отрезала еще одну полоску из фетра. И я ее сейчас приклею вот сюда. На нее я приклею цветочки. Вырезаю цифру 8 подходящего размера. Я ее наклею вот сюда. И здесь внизу я пишу слово Марта. Заворачиваю фетра таким образом, чтобы у меня получился конверт. Заворачиваю верхнюю часть. Проглаживаю пальцами фетр в этих местах. Складываю вдоль. И теперь мне нужно вырезать половинку цифры 8 из вот этого кончика. Вырезаю серединки. Лишние уголки подрезаю. Делаю надрез на вот этом уровне, чтобы конверт закрывался. Склеиваю конверт. Вырезаю вот такую зеленую широкую полоску из зеленого фетра. И вот такой треугольник по размеру своего уголка. И клею на клей-пистолет. Лишние кончики подрезаю. И подклеиваю восьмерку. Напишу красным контуром для ткани слово Марта. На обратную сторону конверта я приклею вот таких 5 цветочков. Так, чтобы у меня получился букет. И из полоски из зеленого фетра делаю вот такой бантик. Также мне нравится вариант с вот этим деревом. Оно у меня было в наборе детских игрушек. Но его также можно вырезать из фетра. Пусть оно будет не такое, но какое-то подобное. И украшаю его цветочками. А внизу завязываю бантик и приклеиваю к дереву. Или лучше взять полоску из фетра или ленту, приклеить к конверту. И привязать это дерево к нему. Так можно будет использовать его как сувенир. КОНЕЦ